Всем привет! Вы на канале магазина Тульские гармонии от Павла Улханова, меня зовут Влад и сегодня на обзоре у меня Куликово поле в нестандартном оформлении с некоторыми интересными опциями, с деревянными резонаторами еще 27 на 25. Круто? Круто! Давайте переходить к обзору. Это гармоничка выполнена вот в таком вот русском стиле. Куликово поле надпись сохранили. Здесь вот такая вот интересная художественная роспись, очень красивая на весь полукорпус. Мне очень-очень нравится, когда какая-нибудь роспись покрывает практически полностью какой-нибудь полукорпус. Здесь тоже они сделали. Прикольно! На самом деле здесь вот опции те, которые вот прям необходимы. Улучшенный мех, регулировка левого ремня, перламутровые правые кнопочки. Здесь у нас пластиковая горка в черном цвете и сеточки у нас здесь тоже черного цвета. Прикольно! 27 на 25 традиционные кнопочки перламутровые, стилево, не стали делать итальянские, вот, потому что, ну, гармошечка, как я повторяюсь, уже в таком русском стиле. Здесь у нас красный мех, красивый. Внутри у нас заказная голосовая начинка с деревянными резонаторами, голосами, ручной наклепкой и настройкой мастером заказных инструментов, а конкретно у данной гармошки настройщик горохов. Есть некоторые стереотипы, что гармонь куликового поля обделяется вниманием. На самом деле нет. Очень много инструментов заказываются куликового поля именно в организации, в тональности до-мажор для обучения. Почему? Потому что здесь у нас деревянная конюшковая правая малошумящая механика, ступенчатый гриф для того, чтобы было удобнее играть. Павел Владимирович, вы так грандиозно заходите? Да. Фирменный футбол. Фирменный футбол. Да, мне нужна тоже такая же. Напишите в комментариях, Владу нужна гармония, пунктическая гармония. Ой. Гармония есть у меня. Тоже нужна. Много, точнее, мало гармоний. Мало гармоний не бывает, согласен. Чем больше, тем лучше. Еще в разных тональностях, знаете. А я еще, кстати, все хочу записать видео со всеми гармониями, которые у меня дома находятся. У вас там целый музей, можно сказать. Да, ступенчатый гриф достаточно удобен в употреблении, ну, когда играем, соответственно. Это все, конечно, понятно. Кстати, если я не сказал тональность, тональность до мажор. Вот. Давайте сыграем что-нибудь интересное в тональности до мажора. Субтитры создавал DimaTorzok Это все, конечно, круто и замечательно, но я вам не сказал, что у меня есть еще одна вот такая вот гармошечка, но уже в тональности фа-мажор. Давайте переходить к ней. И вот как бы ничего не изменилось, но на самом деле здесь у нас уже другая тональность, а именно фа-мажор. И вот я недавно играл, точнее, в этом же ролике играл песенку, когда мы были на войне. Так вот, тональность фа-мажор подходит под казачьи песни. Если вы вдруг любитель попеть всякие такие интересные казачьи песенки, то вам стоит обратить внимание на тональность фа-мажор, а также соль-мажор, фа-диез-мажор, ну и там ля-мажор и соль-диез-мажор. Ну а чтобы точно понять, какая тональность вам нужна, в описании к этому ролику есть ссылка на плейлист по подбору тональности для гармониста, по которому переходите, выбираете ту или иную тональность и узнаете, подходит она вам или нет. Нет, их всего 12, поэтому несложно будет посидеть и поподбирать. Вот, если вам, в принципе, комфортно петь вашим голосовым связкам, то смело можете заказывать в этой тональности гармошечку. Позвонив по этому номеру телефона, который сейчас указан на экране, мы есть WhatsApp, Telegram, Viber, ну или если вы живете где-нибудь в Москве или поблизости, то можете приехать к нам в магазин, вот по этому адресу, который сейчас вы видите на экране. Перед этим, конечно, лучше позвонить и сказать, что вот я приеду. Мы с вами выберем удобное для вас и для нас время для того, чтобы больше уделить вам внимания и как можно максимально точно подобрать вам гармошечку. Ну а мы переходим к тональности фа-мажор гармошечки Куликова Поля. Внутри, я повторяю, что там деревянные резонаторы, самая заказная люксовая начинка. И что у нас здесь получается? Соотношение голосов 2 тенора пиккола, фа-мажор достаточно высокая, либо достаточно низкая тональность, поэтому лучше выбирать вот такое соотношение голосов 2 тенора пиккола. Это все лирика, давайте перейдем все-таки к звучанию этого инструмента. Субтитры создавал DimaTorzok По моему мнению, гармошечка звучит и ярко, и мягко, потому что тональность фа-мажор, во-первых, высокая, дает яркости такой, вот прям энергичности, но при этом розлив на вот такой тональности мне наиболее приятен. Поэтому, если вам понравилась эта гармошечка, пишите по номеру телефона или звоните по номеру телефона, который сейчас указан на экране WhatsApp, Viber, Telegram, напоминаю. А чтобы посмотреть цену на этот инструмент, переходите в наши каталоги, которые есть у нас и в WhatsApp, и в ВКонтакте, а также эти цены мы выкладываем в Telegram. Кроме этого, там очень много классного, интересного контента, всякие песенки, проводим опросы, кидаем фоточки с фабрики. Короче, у нас там прям уже небольшая такая семья образовалась. Ну, а эту гармошечку мы можем отправить в любой регион России, да и, в принципе, да и мира. Пишите, какая гармошечка вам понравилась больше в тональности до мажор, либо фа мажор. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте смотреть наши другие ролики. Кстати, их очень много скоро будет. С вами был магазин Тульский гармония от Павла Уханова, меня зовут Влад, всем пока! Знаете, что не сказал, Павел Владимирович? Про концерт. Про концерт. У нас будет концерт 9 декабря в Московском международном доме музыки, вот по этому адресу, или будет ссылочка в закрепленном комментарии и описании. Переходите обязательно, берите билетик, если хотите услышать, как Гармон Драйв выступает с оркестром народных инструментов. Круто? Круто!